Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, сержанты и старшины, офицеры армии и флота, генералы и адмиралы, товарищи рабочие и работницы, колхозники и колхозницы, работники науки, техники и искусства, служащие советских учреждений и предприятий, боевые друзья, от имени и по поручению советского правительства и всесоюзной коммунистической партии большевиков, приветствую и поздравляю вас с великой победой над геннадским империализмом. Сегодня столица нашей Родины, Москва, от имени Родины чествует доблестных советских воинов, одержавших эту победу. Сегодня воины-победители и турцы Сталинской военной школы пронесут по улицам Москвы и мимо стен Седора Кремля свои боевые знамена, покрытые бессмертной славой многочисленных побед. Четыре года назад немецко-фашистские полчища по разбойничьи напали на нашу страну. Советский народ вынужден был оставить мирный труп и взяться за оружие, чтобы отстоять честь, свободу и независимость своего отечества. Война с фашистской Германией этим коварным и сильным врагом явилась для нас тяжелым и грозным испытанием. Дело шло, как указывал товарищ Сталин, о жизни и смерти Советского государства, о жизни и смерти народов Советского Союза, о том, быть нашим народом свободными или в пасть порабощения. Вначале ход войны был неблагоприятным для нас. мы терпели военные неудачи и у нас были моменты отчаянного положения. Враг подбирался к сердцу нашей Родины в Москве и готовился торжествовать победу. В то время не только враги, но и многие наши друзья за границей считали, что Красная Армия не выдержит мощного натиска немецкой военной машины. Однако наш советский народ, наша Красная Армия не падали духом. Вооруженные гениальным сталинским предвидением, вдохновляемые партией Ленина Сталина, мы были твердо уверены в победе своего права дела, отстаивая каждую вязь родной земли, проявляя в боях чудеса героизма, советские войска настойчиво учились бить врага наверняка, бить во всем правилам сталинской военной науки. И они этому научились, отразив натиск немецких войск. Красная Армия по владительству своего гениального полководца маршала Сталина перешла в решительное наступление, очистила от врага советскую землю, перенесла войну на территорию Германии, наглубь разгромила гитлерскую армию и водрузила с нами победы над Берлином. так поплые немецкие захватчики разделили участь всех прочих захватчиков, посягавших на нашу священную землю. Подняв медь против нас, немцы нашли гибель от нашего меча. Соединенными усилиями великих держав Советского Союза, Соединенных Штатов Америки и Великобритании, фашистская Германия повержена в брак. Ее чудовищная военная машина разрушена. Преступное гитлеровское правительство уничтожено. Очаг немецко-фашистской агрессии в Европе ликвидирован. Человечество избавлено от своего злейшего врага германского фашизма. Отечественная война завершена. Одержана победа, какой еще не знала история. Источниками этой великой победы являются наш социалистический строй, мудрое руководство большевистской партии, правильная политика Советского правительства. Мы реальное политическое единство народов нашей страны. Исполитская сила Красной армии и доблестный труд Советского народа. Мы победили потому, что нас в победе наш великий вождь и генеральный полководец маршал Советского Союза Сталин. Да здравствует наша победа! Слава победонавскому воинам, отстоявшим честь, свободу и независимость нашей Родины! Слава великому солярскому народу, народу-победителю! Слава вдохновителю и организатору нашей победы великой партии Леонидов Сталина! Слава нашему мудрому вождю и полководцу маршалу Советского Союза великому Сталину ура! Субтитры создавал DimaTorzok